Я, Виктория Агапутина, приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа BookInform. Главной новостью для нас, журналистов, на этой неделе стала пресс-конференция председателя Брестского горисполкома Сергея Лободинского, представителем медиапространства Брещена, на которой предметно и основательно были подведены итоги ушедшего 2023 года. И, конечно, мэр поделился планами на 2024 год. Экономика, инвестиции, строительство и благоустройство, социальная сфера, медицина, образование, культура. Встреча прошла на предприятии «Савушкин продукт» – лидере молочной отрасли Беларуси, одном из крупнейших производителей натуральной молочной продукции Восточноевропейского региона. Предприятие, которое входит в первую тройку крупнейших молочных компаний СНГ. Разговор получился большим, а потому сегодня мы представляем вашему вниманию телеверсию пресс-конференции председателя Брестского городского исполнительного комитета Сергея Лободинского. Всем здравствуйте! Наверное, определенного рода эти встречи подводим к тому, что прошел уже 2023 год, и у нас сегодня есть, наверное, многое, что можно рассказать. Наверное, в первую очередь о планах, которые должны реализовываться в последующем году, о тех, наверное, желаниях и возможностях, которые не реализованы были в 2023 году, но дали своего рода толчок к развитию дальнейшему города. Сегодня, наверное, я могу с уверенностью сказать, что по итогам 2023 года, отчитываясь уже перед нашими советами-депутатами, перед промышленниками, да и в целом перед производственной частью, по итогам работы с полком, имеет довольно-таки неплохие заделы для того, чтобы 2024 год был для нас, наверное, более лучше. Основное, что, я еще раз возвращаюсь, да, экономика. Для нас сегодня по объемам инвестиций по городу итоги закончились с темпом порядка 115%, это больше 900 миллионов рублей инвестиций. Из них львиная доля, да, это порядка 60% составляет жилищное строительство и строительство индивидуального жилья. Ну и ряд объектов, так скажем, промышленной группы наших предприятий. По инвестициям, наверное, надо отметить, что это основное движение намечено на основных наших крупных предприятиях, да и не только крупных. Это и строительство, значит, цехов, это по переработке пластмасс на газоаппарате. Это и тот, наверное, в первую очередь основной проект, который сегодня по поручению главы государства в каждом регионе один регион, один проект, за который я отвечаю персонально. Это на базе нашего научно-технического парка реализация инвестиционного проекта, который включает в себя три основополагающих направления. Это производство насосов из композитных материалов, это вторая составляющая 3D-модели сложные, литье, которое не позволяет, так скажем, на производстве формах изготовить для промышленного сектора нашего. А вот эта технология с печатью 3D-формата из композитных материалов позволяет устранить этот пробел, тем самым заменить импортную составляющую. И, конечно же, третья составляющая этого проекта – это робототехнические комплексы для нашей пищевой и молочной промышленности, которая позволяет, так скажем, максимально удовлетворить те потребности по определенным операциям, где невозможно, наверное, применить человеческие руки. Вот этот проект реализовывается, так скажем, уже на протяжении нескольких лет. В 2024-2025 год часть проекта уже будет запущена. Основная часть или первый пусковой комплекс, который, чтобы вы представляли, – это здание, которое сегодня уже, так скажем, принимает резидентов научно-технического парка нашего. И количество его растет. Уже сегодня резидентов по технопарку – это больше 60. Чем он, так скажем, прельщает наших резидентов? В первую очередь, тем комплексом оборудования, которое имеется в технопарке. Это практически сложный инструментарий, наверное, так правильно сказать, оборудование, которое позволяет как изготавливать, так и резать металл различной толщины. Это всевозможные формы, то, что я сказал, для литья, для наших флагманов, в том числе и газоаппарата. Это хорошая база для нашего политехнического университета, для специалистов будущего, которые на базе, так скажем, расширяем и даем возможность попробовать руками, как это происходит и какие возможные технологии применять. Это развитие и, так скажем, в свете дефицита кадров молодежи, привлечения. Сегодня мною поставлена задача, что в течение этого года максимально реализовать площади технопарка для того, чтобы создать детский технопарк и наполнить его, в первую очередь, теми дефицитными технологиями, профессиями, в первую очередь, последующими, которые дадут возможность и сохранят потенциал тех, так скажем, производств, которые имеются на территории города. Это и микроэлектроника, это и химическое, биологическое направление, и математические, и биологические, так скажем, направления и деятельности, которые требуются у нас сегодня на пищевой промышленности. Что он из себя будет представлять? Конечно, в первую очередь, это как образовательная часть, вторая, как лабораторная. Допустим, у нас в Бресте нет электронного микроскопа ни в одном из учреждений. А подтягивая туда уникальные вещи и давая возможность, в первую очередь, нашим детям ощутить тот потенциал, который этот инструментарий дает, в первую очередь, привить им то желание в дальнейшем идти по этому направлению для учебы, ну и, конечно же, работа. Максимальный эффект с этого мы получим, когда они вернутся на наше производство специалистами и будут дальше продолжать то вложенное в каждого из них по направлению. Строймонтаж. В целом, по городу, объем строительно-монтажных работ мы заканчиваем с темпом 107%. 107% это неплохая цифра, это говорит о том, что основной объем, который мы получили на стройке, это львиная доля, это город Брест, на пределах территории города Брест. Сегодня мы по итогам года перевыполнили задание по вводу жилья. При задании 196 мы обеспечили 203 тысячи квадратных метров, обеспечили жильем, наверное, более 500 многодетных семей, построили больше тысячи арендных квартир для военнослужащих. Сегодня активно развивается, наверное, жилищное строительство по городу, но не останавливается. Она сегодня имеет определенный интерес у инвесторов для того, чтобы сопоставить два участка земельных, которые мы продали в прошлом году. Приобретатели их Аэрон, инвестор Минский и Полисий Жилстрой, наша городская организация, частная городская. Приобрели эти земельные участки площадью 7,10 гектар больше, чем за 6 миллионов рублей, при том, что стартовая цена их была за 200 тысяч рублей. Это говорит о чем? О том, что есть интерес, есть перспектива, и те земельные участки, которые сегодня реализуются, они довольно-таки рентабельны. При том, что средняя цена метра квадратного с господдержкой, где-то варьируется порядка от 1900 до 2500, а то и до трех по коммерческим застройщикам по Бресту. Практически такая же цена, как и в городе Минске. Что надо сказать? Значит, составляющая жилья, она активно развивается, я уже это обозначал. И сегодня у нас в целом на инвестиционную привлекательность города уже разработаны порядка 17 проектов, которые ждут, так скажем, изменения в законодательство, которое немножко нас тормозит. Это касается реализации права проектирования и строительства с аукционов, где, так скажем, с изменением этих поправок позволит нам более активно реализовать эти 17 уже готовых градопаспортов. Это что включает? Так скажем, площадки под жилищное строительство, под логистические, торговые и промышленные объекты. В общей массе объем инвестиций по этим 17 площадкам составляет порядка 100 миллионов рублей. То есть в целом, если их реализовать, город получит объем инвестиций на 100 миллионов. Сегодня работа, так скажем, по строительству продолжается. Основной упор мы сегодня делаем на улицу Бориса Маслова. Это, так скажем, в новой застройке на Вульке. Там имеется практически вся инфраструктура от поликлиник, больницы, учреждений, так скажем, образования, дошкольного, школьного образования. Ну и многое другое, которое для комфортности, так скажем, будет только благоприятно сопутствовать развитию жилья. Первые линии, конечно, дома будут более, так скажем, презентационные. Вторые линии, немножко, так скажем, бюджетного класса. Но самый интерес к жилью продолжается. Сегодня мы продолжаем строить улицу Суворова. Это застройщик Белпрок. Сегодня мы продолжаем строить Северный бульвар, Нордстройком. Потом сегодня активно ведется застройка 17 сентября. Вы видели реновацию квартала. Подготовлен градопаспорт на реализацию. Один из запросов, кстати, был от вас по улице Комсомольской, ограниченной Мицкевича. Там вот старый район, это вот расположение нашего любимого Брестского вестника. Эта территория, в целом весь, так скажем, этот микрорайон, да, небольшой, он подлежит, будет подлежать застройке. С теми подходами, которые сегодня выдерживаем мы по городу, да, касаемо исторической части. И там же вот в рамках таких вот проектов планируется реализация уже и парковок, да, где будет, так скажем, входить в застройку этих микрорайонов. В целом по строительству надо еще сказать, что перспективными для города Бреста являются три основных площадки. Это более крупные и детальные, разработка их начнется далее, там, за 25-м, 6-м годом. Это касается улицы Радужной, краем Березовка, это строительство карьерной улицы, да, и задворцы, и далекая перспектива Красный двор. Это вот те флагманы, которые, так скажем, нас до 30-го года будут ограничивать в сегодняшнем развитии утвержденного генерального плана. То есть город в рамках генерального плана до 30-го года не подразумевает расширение границ. Поэтому максимально в этих границах мы будем уплотняться и застраивать сегодня то, что сегодня возможно по генеральному плану применять под жилищное строительство. А отдельными еще двумя интересными проектами, наверное, можно поделиться. Это инновационный квартал, который затрагивает пионерская Московская Янки-Купалы. И второй это район, так скажем, по той же улице Янки-Купалы, продолжение туда до Партизанского. Вот эта линия от старого кирпичного завода при повороте напротив Люблина, кто помнит, старый магазин, в сторону автопарка. Вот эта вся застройка сегодня планом детального планирования отрабатывается в части застройки под жилье. Поэтому сегодня это еще два места, которые имеют интерес. И причем на этот квартал инновационный мы отрабатываем, наверное, с китайскими партнерами по результатам нашей поездки уже в Китай, для того, чтобы максимально привлечь туда заинтересованных инвесторов для реализации производства именно на тех площадях, которые имеются сегодня от старого БЭМЗа. Поэтому это вот те места, которые максимально будут сосредотачиваться наши усилия для того, чтобы максимально, еще раз повторюсь, привлечь инвесторов на развитие строительства города. Что касается жилищного, так скажем, строительства еще, вы, наверное, знаете, что с 2012 года в городе мы не выделяем ни одного земельного участка под индивидуальное жилье. И сегодня мы ведем работу, максимально сосредоточивая ее на тех земельных участках, а у нас их порядка тысячи, чтобы вы понимали, сегодня которые еще не реализовали свое право на строительство индивидуальных жилых домов. Здесь мы точечно отрабатываем. Где-то с мерами понуждения, где-то через решение суда по изъятию. Но в любом случае этот процесс будет проходить для того, чтобы, наверное, с одной стороны, привести все то, что сегодня было роздано в свое время, где-то с аукциона, где-то как нуждающимся для реализации тех прав и желаний граждан, а с другой стороны, ну, это наведение порядка, потому что к этому всецело, вы видели, в течение года мы максимально уделяли этому внимание. Мы не остановились на этом. В этом году мы усиливаем эту работу. В чем она заключается, это усилие? В том, что мы по итогам прошлого года, проведя определенные, так скажем, административные вещи в плане выбора разработчика программного комплекса, который позволит нам в координатах разбить уже территорию ЖЭСов предметно на землепользователей и в соответствии, так скажем, с теми нормами законодательства закрепить за этими землепользователями территории, которые они должны содержать в порядке. Этот комплекс, значит, подразумевает собой принятие решения по конкретному землепользователю с привязкой территории в координатах и, соответственно, все в согласии или сведомо, так скажем, этих землепользователей для того, чтобы потом горысполкома, я тут не хочу кривить, был административный ресурс привлечь за несоответствие, так скажем, несоблюдение порядка на своей территории, которую он обязан смотреть. Потому что я всегда говорю, что порядок начинается с самих нас, да, если мы для себя понимаем и вокруг себя наводим порядок, точно так должно быть и у каждого, да, у хорошего хозяина. Эти вещи должны быть, так скажем, у каждого понимания, что это наша земля, это наша, вокруг ей нет ничего чужого. Поэтому здесь этот вопрос, так скажем, и у меня понимание того, я думаю, и у многих тех, кто живет в Бресте, я думаю, должно быть это вот изродни того, что это наше. А раз наше, значит, должен быть порядок, и другого не дано. Что касается в целом благоустройства, вы видите, что по городу действительно много за 23-й год сделано. Мы уложили более 21,5 километра асфальтового покрытия сплошного с объемом средств порядка 7 миллионов рублей. На благоустройство города, содержание, на, так скажем, подготовку к праздникам, на украшения новогодние. Сегодня тоже затрачиваются как средства бюджета, так и предприятия, и просто неравнодушные жители нашего города Бреста. Вы это увидели по украшениям города, по тем репортажам, которые мы совместно с вами делали. Я думаю, что это достойная оценка, в первую очередь, наших коммунальных служб, предприятий, руководителей, которые не безразличны к тому, где они живут. Это подтверждение еще раз тому, что там, где живешь, хочется, чтобы было всегда лучше, красивее. И, наверное, самая большая благодарность для меня, как для мэра города Бреста, это то, что мы видим результат этой работы. Если мы этого не будем делать, за нас это никто не сделает. А если браться за дело, то надо сделать так, чтобы было не стыдно, чтобы мы оставались на том же уровне, на той планке, которая сегодня, наверное, среди областных центров имеет город Брест. Что касается, наверное, транспорта, для нас это тоже немаловажное направление. Сегодня по городу мы видим хорошие, так скажем, результаты нашей работы. В первую очередь, конечно, надо поблагодарить область и правительство в плане реализации программы по обновлению подвижного состава. В городе мы получили 10 троллейбусов на автономном ходу с объемом средств, направленных более 7 миллионов рублей. Сегодня мы получили 17 автобусов, которые вышли уже на городские линии. В дальнейшем мы видим необходимость обновления в таком же количестве. В принципе, эти планы подтверждаются на 2024 год. Об условленности обновления сказано, конечно, в первую очередь с тем, что подвижной состав необходимо обновлять. Он изношен более чем на 70%. Но с другой стороны, мы видим и развитие новых микрорайонов. Нельзя не сказать про обновление и модернизацию самого автопарка. Я думаю, что по результатам нескольких месяцев мы совместно с вами побываем там, и вы увидите, так скажем, реновацию. Тут отдельно, наверное, надо сказать персонально Юрий Викторович Шулейко. Он в свое время распорядился заняться вплотную автопарком, потому что сегодня состояние его, то, что было и то, что есть, я думаю, оно значительно отличается в лучшую сторону. Это и само здание административное, и бытовые здания, и здание для обслуживания и ремонта подвижного состава, и элементарные условия быта для наших водителей, ну и в целом персонала автопарка. Не забываемый про троллейбусный парк, это и обновление площадок под остановки и, так скажем, хранение транспорта, ну и многие другие вещи, которые сегодня мы видим. Продолжается автоматизация производств в части контроля GPS-навигации отдельно инновационными, наверное, вещами, которые мы видим и необходимо в городе продолжать. И сегодня это нашло уже подтверждение через программу инновационного развития по мониторингу пассажиропотока. Это основополагающий, так скажем, момент, который даст нам возможность понимать, как передвигаются жители по городу, где надо усиливать, либо уменьшать количество рейсов подвижного состава. Наверное, это вопросы контроля. Один из первых шагов мы уже сделали, так скажем, разработали техническое задание, вот, и по 2024 году, я думаю, что этот пилотный проект мы доведем до конца и будем понимать реальную картину передвижения нашего транспорта. В целом, вот, касается транспортного обеспечения, сегодня больших нареканий мы не видим. Есть определенные сложности, так скажем, в сезонный характер дачный, когда есть необходимость увеличивать подвижной состав в том или ином направлении. Но, наверное, большие сложности есть в выполнении заданий в сельской местности. Потому что мы видим, процессы урбанизации никто не отменял, количество населения в селе мигрирует, пускать незагруженный автобус больше, чем сегодня мы можем, да, в первую очередь, исходя из экономической подоплеки. Но это нерационально, неразумно. Поэтому здесь мы совместно, как и с городом-спутником Жабинкой, так и с коллегами из Брестского района, постоянно, так скажем, держим руку на пульсе для того, чтобы удовлетворить ту потребность сегодня по доставке и доезду. В первую очередь, социально незащищенной категории, пенсионерам, пожилым людям, которые требуют посещения, как учреждений здравоохранения, в первую очередь, подвоза и комфортности к вокзалам, железнодорожным или автовокзалам. Поэтому все эти моменты, так скажем, отрабатываем и следим за тем, чтобы максимально был удовлетворен этот спрос. Отдельно остановлюсь еще по маршруткам. Я, в принципе, уже озвучивал, что по итогам прошлого года мы отработали подходы с маршрутной сетью, а у нас в городе это более 400 маршруток. Мы со всеми перевозчиками перезаключили дополнительное соглашение, где определили новые правила игры с бальной штрафной системой, которая позволяет, так скажем, не голословно применять требования этой штрафной шкалы для того, чтобы как-то стимулировать, в первую очередь, порядку к перевозке. Потому что были случаи, когда на линию выходили перевозчики в меньшем количестве, чем было определено конкурсом или наоборот даже. Ездили там, где выгодно, а не ездили там, где невыгодно. Для примера, это девятый маршрут и пятый маршрут. Сегодня у нас там по пятому маршруту недокомплект, потому что не заинтересованы ездить, якобы мало пассажиропотоп, поэтому ездить не будем. Но если мы уже предоставляем, так скажем, возможность пассажирских перевозок по городу, то, извините, вы на конкурсе выиграли, условия соблюдайте. Если нет, мы договорились, что в таком случае будем рассматривать это как грубое нарушение и, соответственно, применять уже меры, так скажем, более суровые, расторгать договора и подбирать на конкурсной основе других перевозчиков. Мы навели порядок сегодня в большей степени с медосвидетельствованием, потому что проходили неизвестно где, неизвестно как. Причем многие факты были подтверждены как прокуратурой, так и инспекцией по транспорту, где выявлялись факты, что отштамповывали путевки, и в течение недели никто нигде не появлялся. Поэтому и с этим порядок навели. Я думаю, что этот контроль и продолжится до тех пор, пока, наверное, какое-то доверие не выработается, в первую очередь, к тем службам, которые это должны контролировать. Как говорится, доверяй, но проверяй. Поэтому в этом направлении работа будет продолжена. Я не скрою, что наша цель стоит максимально задействовать возможности нашего автопарка. И вот такие факты будут просто подстегивать нас к тому, что мы будем замещать его маршрутами и рейсами, которые будем разрабатывать уже с учетом наличия нашего подвижного состава. Поэтому эта работа будет вестись. И, конечно, для нас, в первую очередь, для власти, перевозка пассажиров стоит на первом месте, потому что это субсидируемый вид деятельности государством. И работа нашего автопарка нацелена на то, чтобы максимально снижать нагрузку на бюджет. Чтобы они, помимо развития транспортной сети города, занимались и другими видами деятельности, которые приносили дополнительный доход и компенсировали расходы государства на этот вид деятельности. Работа города нацелена на социальную сферу. Чтобы вы понимали, расходы бюджета на социальную сферу составляют больше 80%. Что это? Это, конечно же, образование, здравоохранение, это спорт, культура, туризм. Это виды деятельности, которые, наверное, дают под основу развитие всех отраслей уже материальной сферы. При этом тот вклад, который мы обеспечили по прошлому году, я не побоюсь, наверное, сказать этого слова, он не сопоставим с последними, наверное, восьми годами. Про что я говорю? Конечно, в первую очередь, про укрепление материально-технической базы. В первую очередь, здравоохранение. Тот резонансный, наверное, посыл главы государства, в первую очередь, на то, чтобы обратили внимание здесь на местах, на учреждения здравоохранения, он объективно имел, наверное, подоплеку тех вещей, которые сегодня, ну, я и сам для себя проехал, увидел и ощутил. Да, надо сказать, что по результатам работы комиссии республиканской, областной и нашей городской, в целом, все, наверное, неплохо в части медицины, подходов. Мы не хуже, не лучше на фоне других учреждений, но где-то даже можно было нас на определенных моментах, и отмечалось это, так скажем, в представлениях контролирующих органов, на положительном примере отметить. Где-то были и выпиющие факты. Конечно, это касалось, в первую очередь, сельской местности, потому что система здравоохранения города включает в себя и систему здравоохранения в виде ФАПов, амбулаторий, район, так скажем, размещенных в Брестском районе. Сегодня те ресурсы, которые мы направили, мы максимально подтянули сельскую местность. Это, в первую очередь, ФАПы. Мы отремонтировали некоторые, можно сказать, с иголочки, оснастили их оборудованием, оснастили необходимым медицинским оборудованием. И сегодня на базе города Бреста, я думаю, по итогам года будет проведен пилотный проект, который позволит нам объединить уже через программный комплекс по всем учреждениям здравоохранения, объединив их в одну платформу. Для того, чтобы максимально и удобно было специалистам, стационарам при попадании нашего жителя города Бреста, Брестского района, максимально взять и подпитаться той информацией в виде скринингов, исследований. Точнее, не будет этой необходимости для бумажного носителя, максимально все будет переведено в электронный формат для работы, для облегчения работы наших врачей. Сегодня в Бресте, чтобы вы понимали, имеется пять разношерстных программ. Из них две основных имеют, так скажем, большее количество применения на наших учреждениях здравоохранения. Объединив в одну систему, мы многие вещи, так скажем, в виде ненужных бумаг, передачи, можем решить на платформе, так скажем, учреждений, как областного подчинения, так и городского подчинения на платформе города Бреста. Дальше мы не остановились на этом, идем, так скажем, в реновацию наших двух основных флагманов. Это вот, чтобы отойти от села, это БГБ-1 и БГБ-2, да, городская больница, первая, это бывшая железнодорожная, чтобы для понимания было, и вторая, сельская больница, бывшая, да, наречица, которые подчиняются, в принципе, основная масса наших ФАПов на территории Брестского района. Если сегодня посмотреть, так скажем, снаружи, то эти учреждения, ну, преображаются. Работа в этом направлении не закончена, она будет продолжена и в текущем уже году. Вот, это в первую очередь касается фасадов зданий, подразделений, так скажем, отделений внутри этих учреждений, которые требуют, так скажем, тоже обновления. Ну, для примера, чтобы вы понимали, за прошлый год из бюджета города мы направили на систему здравоохранения порядка 13 миллионов рублей. Это ремонт крыш, фасадов, благоустройства. Это обновление оборудования, которое сегодня требует, так скажем, идти со временем. Это обновление различного рода приборов, да, которые необходимы для скрининга. И многие-многие другие вещи. Сегодня мы продолжаем работу по МРТ, Брестско-городской больнице номер один. Мы продолжаем там работы по приемному отделению. По центральной больнице мы заканчиваем, где-то, я думаю, в феврале уже приступит к работе урологическое отделение на 40 коек, которые мы делаем в нашей больнице. Сегодня продолжаются работы по обеспечению и, в первую очередь, с экономической точки зрения рациональности расходования бюджета по межбольничной аптеке, которая существовала у нас многие годы, но, так скажем, не была узаконена, я так скажу. И сегодня те шаги, которые же предприняты накануне областным исполнительным комитетом по принятию решения, где нас обязывают уже, так скажем, в рамках законодательства обеспечивать медпрепаратами, отпуском этих лекарств для наших учреждений городских. Я не делю на областные и городские. Она позволит нам, скажем, минимизировать эти расходы на проведение и подготовку медпрепаратов. Вторым из направлений в социальной сфере это, конечно, образование. Образование сегодня очень развито в городе. Чтобы вы понимали, у нас 67 садов, у нас 52 школы, у нас, наверное, 46 тысяч воспитанников в школах и порядка 16 тысяч воспитанников в дошкольных учреждениях. И все это требует содержания своего рода как материально-технической базы, так питания, так, наверное, образовательный процесс, который требует обновления по методическим материалам, ну и другие вещи, которые сегодня неразрывно, так скажем, связаны с образовательным процессом. Это и доставка детей. Я вот, кстати, один из пилотных проектов не сказал, в рамках транспорта мы попробовали запустить маршрут 14 шаг, который связывает в городе учреждения образования для того, чтобы максимально комфортно родители могли как-то выпустить ребенка, и он будет доставлен в те точки, которые не всегда удобно, либо с пересадками необходимо добираться. Поэтому это вот в рамках, скажем, проработки уже школьной темы мы пришли к необходимости реализации такого проекта. Он постоянно мониторится и вносится определенные коррективы для того, чтобы, ну, с учетом потока, да, и доставки детей было, ну, максимально удобно. По школам, значит, что надо сказать. Конечно, как и любое учреждение, которое находится на бюджете, оно требует определенного вложения, как текущие капитальные ремонты. По школам мы за прошлый год, с учетом оборудования, да, которое необходимо было на реализацию пилотного проекта, в прошлом году мы зарядили порядка 26 учреждений, это школы наши, гимназии, на пилотном проекте. Мы купили все необходимое оборудование для реализации пилотного проекта по питанию. Сегодня он успешно прошел, мы видим плюсы, да, есть определенные, так скажем, вопросы, которые, так скажем, корректируются по ходу уже учебного года, и мы, я думаю, с уверенностью войдем уже в реализацию оставшихся 26 школ уже в текущем году. Причем часть оборудования, которое нам позволяло, мы закупили по прошлому году для того, чтобы нагрузка, так скажем, на обновление пищеблоков этого года на бюджет была минимизирована. В прошлом году мы сделали три пищеблока. В этом году мы наметили для себя тоже два пищеблока, финансируются из областного бюджета, и два сейчас по результатам уже, так скажем, утверждения бюджета планируем реализовать за счет средств городского бюджета. И в целом по этому году получится обновить наши пищеблоки в четырех учреждениях. Мы продолжаем строительство садика на 350 мест в микрорайоне Вулька-3. Я думаю, он будет еще одним, так скажем, социальным объектом, который по этому году мы, так скажем, представим нашим малышам, ну и родителям, конечно, для комфортного пребывания на то время, пока они трудятся. Что касается школы, да, сегодня готов проект. Мы в текущем году начнем строительство школы на 1020 мест. Вот ее будет уже в 2025 году. Сегодня завершается разработка проекта по садику на микрорайоне лейтенанта Рябцева. Следующим, значит, мы для себя видим реализация, в первую очередь, наверное, строительства или, так скажем, реновации того, что имеется, стадионов в четырех школах. В первую очередь мы для себя видим это 27-я, 28-я, 5-я. Значит, в этих школах имеются площадки, которые, ну, десятилетиями не использовались. У школы, так скажем, те территории, которые есть сегодня, они не нужны для, так скажем, эксплуатации содержания. А с другой стороны, мы видим возможность, посадив туда жилые дома, эта тема уплотнения будет продолжена. А за счет застройщиков будем решать вопросы благоустройства и наведения порядка на долевом финансировании с бюджетом и с застройщиками часть прибыли, которую они будут направлять на строительство этих стадионов, которых, ну, попросту никогда не было. Поэтому это вот подвожу этот вопрос к тому, что задавали, как я реагирую на то, что нас иногда критикуются те вещи, которые, ну, наверное, не все находят понимание. Я хочу так сказать, что ничего не делая, ничего и не будет. Жить годами на тех территориях и видеть пустырь, да, для того, чтобы выгуливать просто собаку, которым тоже может многое не нравиться. Ну, наверное, есть в этом положительные или отрицательные моменты. Но сама суть, что в любом случае, подходя комплексно к этим территориям, мы решаем вопросы и благоустройства, и наведения порядка, приводим территорию прилегающих, в первую очередь, школ, да, спортивных ядер, которые должны соответствовать сегодняшним требованиям. Ну, и в целом, по микрорайону, к которому мы, так скажем, втягиваемся, это и вопросы капитального ремонта, и в целом, те пешеходные связи, которые сегодня имеют нарекания от наших жителей, будут приводиться в порядок. Поэтому работу внутри микрорайонов, да, внутри дворовых территорий мы будем продолжать. И прошлый год, я думаю, вы увидите это тоже в альбоме, мы 17 дворов сделали, подходя комплексно, где проводили капитальный ремонт, соответственно, проводили уже и работу по благоустройству дворовых территорий. Сегодня, конечно, мы ограничены бюджетом, и все охватить то, что не делалось, так скажем, несколько последних лет, невозможно. Тем не менее, мы понимаем, в каком направлении надо двигаться, и результат мы видим, это и благодарности наших жителей, да, тех дворов, в первую очередь, где мы это привели в порядок, и те капитальные ремонты, которые мы проводим, это тоже своего рода понимание того, что люди отзываются и совместно даже участвуют в проектах по реновации своих домов, мест общего пользования, ну и другие вещи, которые сегодня мы наблюдаем. Что хотелось, наверное, сказать еще по социальной сфере. По образованию мы видим сегодня крен на необходимость подготовки не только военно-патриотических классов, но и классов, так скажем, с долей материальной сферы жизнедеятельности. Сегодня вот Савушкин с Александром Васильевичем проговаривали, начнут реализацию инженерного класса на базе 24-й школы. Сегодня НЭЛВА, да, швейное предприятие, отрабатывает вопросы необходимости создания или возобновления УПК, да, которые были в наше еще советское время, для того, чтобы максимально потянуть к себе технологов, швей. И многие другие проекты, которые требуют сегодня, ну, наверное, не только понимания того, что нам это надо, но и в первую очередь самих производств, руководителей, чтобы завтра они имели потенциальных рабочих специалистов, инженеров, технологов. Потому что, если этого не делать, мы через год-два придем к тому, что мы не будем иметь рабочих рук. И, соответственно, развитие производств без рабочей силы, ну, невозможно. Потому что труд-капитал, да, это неразрывная связь любого производства. Поэтому многие предприятия вкладывают сегодня финансы в будущее, да, поддерживают нашу молодежь, направляют их на учебу, переквалификацию, где это требуется. И ведут вот со школьной скамьи для того, чтобы завтра они пришли к нам, на наши предприятия. Они уехали куда-то за пределы нашей страны. Отдельно, знаете, вот анализируя ваши вопросы, еще хотел сказать про предприятия, которые, ну, там было сказано, тянут экономику города вниз. Ну, нельзя сказать, что эти предприятия как-то негативно влияют на работу экономики города. Есть определенные сложности, наверное, нарекания, где-то хронические, так скажем, уже на медицинский язык переводить опухоли, которые необходимо кардинально как-то решать. Они находят отражение, наверное, и в законодательстве, в необходимости корректировки подходов. Наверное, и нас, местных органов власти. Про кого я говорю? Ну, наверное, не секрет, это строительный трест номер 8, когда уже, наверное, по итогам тысячелетия празднования города уже назрела необходимость принятия каких-то кардинальных мер. И сегодня это находится решение, да, уже в виде нормативного правового акта, который будет рассматривать в ближайшую неделю глава государства. Сегодня это и железная дорога. Мы говорили, что в рамках, так скажем, повышения конкурентноспособности разработки мер по повышению эффективности работы железной дороги мы принимаем непрофильные активы на баланс города. Это и стадион «Локомотив», это и ДК железнодорожников, это и общежития, и инженерные сети, которые мы по итогам прошлого года приняли на баланс города. Я надеюсь, что эти меры позволят решить вопрос и урегулировать те финансовые, так скажем, сложности, которые сегодня возникли. Это и Брестский электромеханический завод, где совместно с холдингом «Бобруска-Громаш» вырабатываем подходы для того, чтобы максимально эффективно и продуктивно предприятие могло работать. Это и сложности с Брестским пивом, где поменялся инвестор, и сегодня на усиление пришел топ-менеджер, который позволит, наверное, поднять все планы на более существенную, так скажем, планку, для того, чтобы те обещания, которые были даны на заседании обл. сполкома и горе сполкома, в 2024 году были реализованы. Это и КСМ, да, сегодня инвестор, который уже намерен купить имущественный комплекс, видит для себя сохранение в тех подходах вместе с коллективом для того, чтобы вдохнуть туда новую жизнь. Это и белорусские деликатесы, которые приобрело «Инкофуд», которые тоже для себя видят необходимость развития этого и производства в рамках уже своего предприятия. Ну и многие другие предприятия, которые сегодня находят отголоски, наверное, не только у коллективов, у предприятий, руководителей, но и, конечно, с помощью экономического блока области и города, местных органов власти находятся эти пути по решению выхода на более эффективную и, в первую очередь, прибыльную работу предприятия. Вы немножечко поначали уже о том, какие объекты социальной сферы в этом году могут быть завершены, но хотелось бы узнать более широко, какие ожидать подарки нам социальные в этом году, строительство социальное. Я, наверное, сказал основное, это в первую очередь будет введен садик на 350 мест в микрорайоне Вулька-3. Мы, значит, будем стараться реализовать 4 пищеблока в наших школах. Это 5, 15, 16 и 28. Это строительство последующих двух жилых домов в Салюте, пионерский лагерь. Хотелось бы, конечно, приступить в этом году к строительству моста через бульвар. Но, я думаю, сейчас отрабатываются источники финансирования, поэтому году мы получим уже готовый утвержденный проект. И, я думаю, в течение этого года совместно, так скажем, с областполкомом будем изыскивать источники для начала реализации этого проекта. Это то, что, так скажем, реально. В проработке сегодня готовится и уже, так скажем, реализовывается предпроектная стадия по мосту Горбатому нашему, так называемой, по улице Скрипникова-Кижеватого. Сегодня, значит, в работе и в этом году будет уже завершен проектная стадия по разработке ЗАГСа на улице Ленина, в створе, там, да, к набережной. Поэтому, наверное, из основных объектов, из основных объектов прорабатываются микрорайоны застройки по улице Карьерная, где мы начнем уже к концу года подготовку и завод туда инженерных коммуникаций для начала реализации уже строительства жилых домов в следующем году. Планируется, значит, разработка плана детального планирования на улице Гродненской на въезде в Брест с возможностью посадки жилых домов и привязка их на той территории, которая сегодня позволяет между существующей застройкой и заправкой. Сегодня, наверное, планируется масштабная проработка и улучшение к праздникам 80-летию освобождения победы наших памятников. Это советских пограничников хотим привести в порядок памятник воинам, да. Это гарнизонное кладбище. Есть понимание и проработка вопроса, значит, по Тришинскому кладбищу, привести в порядок территорию, значит, и внутри, и по ограждению, которое сегодня имеется. Поэтому на этом будет в основном сосредоточено наше усилие. Ну и, конечно же, капитальные ремонты, благоустройство дворов, сплошное асфальтирование дорог, в этом году мы наметили, что мы так же полномасштабно, как зашли в прошлом году по Белорусской и Дубровской, зайдем на Смирнова, чтобы комплексно решить те вопросы, которые сегодня имеются с дорожным покрытием. Поэтому вот это вот основные моменты, которые мы будем в этом году делать. Вы говорили много о строительстве. Может быть, что-то известно по Прибуржскому кварталу. И есть у нас такая колония Варварга, там такой долгостроенный, совсем понятная история. И, конечно же, о набережной части продолжения, которая прилегает Белорусской крепости. Там практически уже все готово, но забор строительный стоит. В планах, то, что касается Прибуржского квартала. Сегодня проект проходит экспертизу. Сегодня уже, так скажем, прошли все подготовительные процессы, которые были в рамках Министерства культуры по территории, которая подлежит застройке. И я думаю, что по результатам марта-апреля мы увидим уже там строительные работы. По колонии Варварга и еще у нас есть одна площадка, которая располагается возле гостиницы «Хэмптон». Она уже тоже долгое время стоит. Мы сегодня отработали со всеми заинтересованными министерствами по подготовке проекта распоряжения главы государства для того, чтобы Брестскому горосполку мы разрешили провести аукционные торги по реализации этих площадок с последующей компенсацией тех затрат, которые инвесторы понесли, но не выполнили свои обязательства в рамках инвестиционных договоров. Поэтому я думаю, что по этому году эти две площадки уже уйдут в небытие, и мы увидим там новых инвесторов, которые начнут реализацию там уже новых проектов. И еще вы спрашивали про набережную. Про набережную, значит, мы в этом году продолжим и своими силами попробуем дотянуть ее уже эту очередь максимально до крепости, чтобы к празднованию 80-летия освобождения и в целом тех мероприятий, которые проходят по крепости, завязать уже эту цепочку подходов набережной к мосту, к самой крепости. Что удивило? Знаете, как нового градоначальника удивило все. Да, если открыто и честно. Огорчило, конечно, здравоохранение. Я для себя, ну, многие вещи открыл с другой стороны и понимаю, что нам еще есть над чем работать. А в плане удивления, ну, хорошего удивления, наверное, мне удивили люди, которые работают в первую очередь с детьми, у которых есть проблемы со здоровьем. Это Веда, это, наверное, наши центры социальной защиты. Это те вещи, которые, ну, не передашь, не передашь просто ребенку или даже родителю, опекуну или законному представителю, когда он приезжает туда и, наверное, искренне, да, ищет той поддержки, простого общения и понимания таких же единомышленников, да, таких же людей, у которых, ну, наверное, постигло это горе. И, поверьте, они не отчаиваются, они находят смысл жизни в том, что они делают, в том, что они опекают этих детей, то, что они находят возможность привезти их на праздник, тем самым пообщаться с такими же сверстниками и пожелать друг другу, наверное, здоровья, понимания, что завтра будет лучше, что не надо останавливаться на достигнутом. И вот эти моменты, наверное, каждого из тех, кто там побывал, заставляют думать о завтрашнем дне, о тех, что о них, кроме нас, некому позаботиться. И, наверное, гордость, да, за то, что мы умели сохранить, сумели сохранить эти учреждения для того, чтобы максимально оказать, как материальную, где требуется помощь, так психологическую. Поэтому вот это, наверное, приятно. Итоги года, ну, своего рода это просто момент пообщаться с вами, сказать, наверное, вам всем за работу, спасибо, потому что, я говорю, всегда не страшна критика, страшна, когда нету конструктивного диалога. Сегодня есть хорошие вещи, где мы понимаем, что надо делать, но есть приоритеты, где мы выстраиваем с учетом формирования бюджета. Есть вещи, которые надо и можем сделать, мы их делаем, не спрашивая там разрешения, а где-то есть временной лаг, где надо разработать документацию, где надо подтянуть источник, где есть глобальные вопросы, вот как сообщением за речной части, центральной по мосту. Мы понимаем, что это узкое горлышко, и сегодня оно многие вопросы бы разрулило, а это, в свою очередь, тянет другие вопросы, транспортного сообщения, развитие территории по набережной, ну и многие другие вещи. И тут много можно говорить о том, что мы делаем, и вы сами видите те подходы, которые мы по этому 23-му году ушедшему уже определили, и по набережной, и по, наверное, пляжам, и по дворам, и капитальному ремонту, и по обращениям. То есть, ну, ни одно, поверьте, ни одно обращение не проходит мимо, оно находит, как скажем, свою нишу для того, чтобы выстрелить, если не сегодня, то завтра. Но поверьте, оно все заточено на то, чтобы максимально удовлетворить и решить все вопросы. Я говорю, единственное, что всегда держит, это время. Есть процессы, которые невозможно ускорить, в виде разработки документации, проработки предпроектной стадии, ну и многие другие вещи, которые уходят до полугода, а может и больше. Поэтому есть и эти моменты. И хотелось бы мне лично, как это по характеру, чтобы это все было, как это сегодня на завтра, а приходится ждать вчерашнего дня для того, чтобы пройти эти ступеньки. Или для примера, то, что он приводил, для того, чтобы со всеми госорганами проработать и внести проект распоряжения главе государства по тем площадкам, которые сегодня застыли, десятилетия, да, уже стоят, нет возможности. Мы потратили почти год, почти год для того, чтобы согласовать и утрясти до малейшего, так скажем, нюанса законодательно, в первую очередь, и решить этот вопрос. Поэтому, а могли бы этот состав, так скажем, земель города, уже все возвращены эти площадки, да, могли бы завтра, наверное, если были бы такие полномочия, разрешить тому же УКСу, да, уже государственному застройщику, заказчику реализовать жилой дом или там другой объект. Поэтому набираемся терпения и двигаемся вперед. Еще долго после пресс-конференции журналисты обсуждали информационные поводы, которые были озвучены мэром Бреста Сергеем Лободинским. А это значит, что новостей интересных и нужных будет в этом году много. А мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Я, Виктория Гапутина, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Субтитры сделал DimaTorzok На дорогах сохранится гололедица. Ветер неустойчивый, умеренный, ночью порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью, составит минус 3-5 градусов, максимальная днем 1-3 градуса со знаком минус. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин